Центр 2М Евгений Васильевич, поздравляем с заслуженной наградой! Происходит уже разделение между просто IT и IoT-системами, поскольку IoT – это комплексное решение, которое содержит в себе не только разработку программного обеспечения, но и создание комплексной экосистемы предприятия, любого предприятия, малого, среднего, тем более крупного, где существует очень большое количество бизнес-процессов. Поэтому обойти части, касающиеся организации связи, обойти части, касающиеся хранения информации, а тем более перекрестного анализа этих данных практически невозможно при создании IoT-решений. В плане достижений прошлого года и этого года я хотел бы отметить, наверное, два достижения компании. Это первое, что мы смогли убедить один из частных энергохолдингов как раз на создание в рамках целой группы компаний комплексного оператора энергоданных. То есть, по сути дела, это будет первое в России комплексное решение и не только проблемы в электроэнергетике, но и в целом всех бизнес-процессов этого предприятия, этого холдинга. Здесь мы говорим о создании полноценного оператора энергоданных, который будет включать в себя полный комплекс всех платформенных решений. Это первое достижение, которое нам удалось добиться в течение прошлого года. А второе, что нашей компании удалось создать новый тип взаимодействия с одним из мировых лидеров IT-индустрии, это компания IBM. Мы фактически с ними отработали новый формат взаимодействия как Cloud Service Provider. И в этом плане мы отработали новую схему не только для России, но в целом по миру. Когда компания IBM стала нашим партнером, и мы начали создавать совместные IT-решения, которые распространяются на различные сферы деятельности человека и заключают в себе машинное обучение, искусственный интеллект и машинное зрение. И условно, эти два проекта являются знаковыми для нас, поскольку первый, он позволяет как раз на примере уже создать комплексного оператора энергоданных, а второй позволяет нам сегодня говорить о том, что качество работы компании, качество решений, которые создаются в компании, признано сегодня не только в России, но и в мире все. С точки зрения сложности, с которой мы сталкиваемся в рамках реализации данных решений, это как раз комплексность этих решений. Потому что для большинства заказчиков, к сожалению, пока что IT и IT, с которой я начинал, они являются равными. Но, по большому счету, люди еще не сталкивались с теми проблемами, которые могут возникнуть у предприятия при неправильной организации системы передачи данных. Большие корпорации в лице Россетей уже столкнулись с этими проблемами. И сегодня мы часто слышим уже в новостях, что Россети создают своего информационного оператора, Ростех создает своего информационного оператора. ГЛАНАС, по сути дела, является таким информационным оператором. То есть для частных заказчиков еще сложно адаптироваться к тому, что необходимо решать комплексы этих решений, и они достаточно дороги. И не всегда очевидно, что компания получит эффект от внедрения. По сути, мы говорим о создании нового типа предприятия, которое оказывает сервис промышленным компаниям. Не просто писателя какого-то программного обеспечения, а обслуживающего различного типа абонентов, технологических абонентов, людей как абонентов, которые выполняют определенный набор функционала и так далее. В этом, я считаю, на сегодняшний день самая главная сложность в том, чтобы объяснить, что те деньги, которые сегодня люди вкладывают, закладывая базис этого глобального решения, модернизации всего предприятия, по сути дела, завтра позволят им не менять эту платформу, а ее уже масштабировать. Если этого не заложить сейчас, не потратить деньги сейчас, завтра это приведет, возможно, к фатальным последствиям или перенастройке полностью всей системы. Я надеюсь, прежде всего, что немножко, исходя из того, что премия уже появилась, изменится риторика и саммита, что появится выступление не только на тему программного обеспечения, но и комплексного IT-обслуживания абонентов. Тем более, сегодня в программе «Цифровизация России» заложено создание до конца года 10 цифровых платформ отраслевых. Соответственно, все министерства, все ведомства так или иначе будут создавать такие большие платформенные решения, которые будут объединять или создавать экосистему. Это раз. А второе, наверное, идти дальше, развиваться, дополнять новых абонентов в новых отраслях, поскольку, по сути дела, в отличие от людей, количество устройств, оно безграничное, поэтому у нас, как и у оператора, есть большое будущее.